Музыка Если мы хотим сделать мазок дерева, то нам нужно освоить прямую, мощную, сильную, толкающую энергию. Как будто выталкивающую, расталкивающую что-то. Толкать надо на выдохе. Как делается мазок дерева? Просто поставьте кисть. Пусть она постоит некоторое время. И дальше просто толкайте ее в другую точку. Толкайте ее дыханием, толкайте ее взглядом. После этого снова завершите ваш рисунок точкой. Здесь сделайте выдох. Ваша кисть наверняка распушилась. Соберите ее. Снова поставьте тулочку. И сделайте выдох. И на выдохе сделайте толкающее движение. Именно так создаются мазки дерева. Они могут быть как толстые, как вы только что видели, так и тонкие. Важно именно, чтобы кисть переходила из точки в точку. Многие отрывают кисть, когда делают этот мазок. Вот так. Но это неверно. Нужно поставить точку. Толкнуть. Прийти в точку. Нажать. Оторвать. Нажать. Толкнуть. Нажать. Именно так делается линия дерева. От точки до точки. Если сделать это более импульсивно, то линия будет более энергичной. Теперь давайте поговорим о том, как можно сделать тональный набор на кисть. Такими способами. Прежде всего, вы берете кисть, окунаете ее в воду. На кончик набираете черной краски. Вы можете сделать мазок, положив кисть так, чтобы она лежала и переведя ее в другую точку. Таким образом, у вас появится бамбук, освещенный справа. Вы можете добавить к нему вторую половинку. И он будет освещен спереди. Но это же можно сделать при помощи одного моста. Взяв две кисти, одной на кончик нанеся черную тушь. А другой кистью восприняем эту черную тушь. Таким образом, другая кисть стала полосатой. Посмотрите, пустая, водная, наполненная водой. И с концов черная. Если мы сделаем мазочек такой кистью, то у нас получится в один мазок бамбук, освещенный спереди. Вы могли заметить вот эти неровности, вот эти прогалины в мазке. Ничего страшного. Наоборот, очень красивый художественный эффект, отражающий блик. Его иногда делают специально. Кисть берут, набирают на нее тушь, кладут. И без давления, быстрым приемом, переносят в другую точку. Таким образом, получается кибель бамбука с его волокнами. Сейчас мы попробуем нарисовать стебель бамбука вместе с его веточками. Я беру кисть и создаю стебель бамбука. Обязательно не надо останавливаться у края. Выходите за край листа. Это очень важно. Энергия дерева, ее невозможно остановить, она не знает преграды. Дальше я создаю сочинение. Ставлю кисть, нажимаю на нее. Чуть-чуть отрываю, нажимаю, выхожу за край листа. Нажимаю, отрываю, делаю снова нажим. Так я обозначаю сочинение моего бамбука. Следующим номером я буду делать веточки бамбука. Надо делать так, чтобы они как будто фонтанчиком били из сочинения. Одно за другим, маленькие, тонкие линии дерева, сделанные от точки до точки. Эти веточки как-то пересекаются со стволом. Иногда, уходя за него, а иногда, идя по ним. Веточки рисуются каждый раз с новой стороны. Веточка – самое важное виду, как и в любых фильмах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова